Известный писатель, шоумен и мастер пикапа неожиданно оказался в Минске. Цель визита неизвестна. Прямо сейчас на ваших глазах попробуем разобраться, в чем здесь дело. Ричарда, так зовут лондонского пикапера, мы словили на фотосессии для журнала Icon. Вам очень повезло, что вы попали на съемку, как правило мы на съемку никого не пускаем. Локация Spybar. Главный герой, очень стильный гангстер в духе 60-х. Он отражает эту эпоху полностью. Его стиль, эпатажные манеры, ведение, дело, просто общение, мне кажется, этот стиль ему более близок. Он очень харизматичный, у него очень необычная внешность, очень притягательная. Я думаю, все образы, которые он на себя примеряет, он по всех образах хорош. Специально для фрэш-новостей Ричард согласился нарушить режим сторожайшей секретности и рассказать, что или кто привел его в Минск. Это может показаться странным, но мне очень нравится Минск. Хорошие люди, здесь очень комфортно. У меня свой бизнес, и я могу управлять им из любой точки, но, если честно, здесь я больше отдыхаю. Спасибо большое. Наш шпион будет проводить встречу с неким боссом мафии, у которого будут прекрасные девушки, которые все-таки, в конце концов, идут с Ричардом. Смотри, ей вообще хорошо, когда на воду уходишь, попадаешь, да? Что же? Ты такая к плещу цянулась, да? Да. Это было хорошее слово зашло. Приятный молодой человек, очень вежливый, интеллигентный. Доказано, против приемов пикапера нечего возразить даже мафиозному боссу. А если никакие приемы не действуют, конкурентов можно просто отстреливать. Айкон с красавчиком Ричардом на обложке появится уже в следующем месяце, а пока минские барышни ждут ответа на главный вопрос. Как у вас складываются отношения с девушками, и есть ли у вас вторая половинка? Сложный вопрос. Я скажу нет. У меня была девушка, мы встречались, но ничего серьезного. Не так серьезно. В общем, дорогие девушки, будьте осторожны. Ричард Лоруина выходит на улицы нашего города. И, как говорится, сопротивляться бесполезно. Ричард Лоруина